Человек рассказывает про себя, столько интересного, и у всех появляются сразу вопросы. Ты сразу отмечаешь для себя, ага, этот человек занимается этим. Веточка в группе, где каждый про себя может написать любую простыню со всеми ссылками на все, что хочешь, на свои достижения и все, что хочешь. Ну что, поехали тогда. А музыку можно приглушающую включить? И массаж ножки мне сделайте, пожалуйста. Если пересесть не под лампочку, будет. Можно вот тогда, если он есть. Короче, я начал. Начинаем. Родился и вырос в Москве, закончил московский официальный институт, 10 лет работал сисадмином в банке. Танцую, хастал 25 лет. Выступал на конкурсах, организовывал дискотеки, студил конкурсы, 10 лет преподавал. Потом мне это все надоело, и я начал путешествовать. В Москве я больше практически не бываю. Только так вещи перегрузить. Зимой иногда отдыхаю в Таиланде Гуа. Летом чаще по городам России всяким ездим. Сейчас активно изучаю трейдинг, и хотелось бы создать компанию, команду трейдинга Таргина Вижи, чтобы зарабатывать через интернет и путешествовать вместе. Из интересов, в танцах переключился на кизомбу и по чату. Люблю ходить на вечеринки, умею делать коллективные танцы, кадриль и подыграться. Путешествия, соответственно, из спорта, фрисби, волейбол, ролики, велосипед. Настольные игры в хорошие... Настольные игры, кинотеатры, все. Понятно, Сергей. Женя, 28 лет, приехал из Самары. Я здесь на полгода. Увлекаюсь дизайном человека. Если кому интересно, подходитесь, спрашиваете. Познакомились по этой теме. Очень углублен прямо сейчас всей головой. Сыроеджу полтора года. Сыроеджу полтора года. Сейчас на полном сыроедении. Все. Всем привет. Меня зовут Ира. Мне 30. У меня есть дочь. Вот она, Алиса. 3,5 года. Я этический вега. А, вообще я на сыроедении чуть больше года. Ну, года-3 месяца. Вот. Этический вега. Так, увлекаюсь йогой. Я вообще за ЗОЖ. Интересуюсь рунами и люблю вязать. Вот. Кратино. Супер. Привет, я Ивлад. Я из Нижнего Новгорода. Я этический веган. И с незрячей богом. Вот. Мы открыли недавно кафе в Нижнем Новгороде. Веганское. Уже почти полгода. Пенсионируем. И я сейчас там шеф-повар. Может, что это сейчас сказать. Ну, вот. Пытаюсь делать все, что делают обычные люди. Без глаз. Помогаю сейчас людям, которые что-то потеряли. Ну, в плане физического или внутреннего чего-то. И следовательным действиям вот нашу помогать. Ну, как-то так. Главное. Может, мы будем хлопать каждому? Ну, как-то. Да, 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 да. Как он сказал, 3% зрения человек представляет, сколько он видит. Нет, так я публичному общению вообще готов. И сейчас лекции веду, но вот свет прям бум делает такой. А ты плохо видишь, да? Ну, я не вижу никого здесь. Но вот вижу, что-то здесь желтое, видимо. А? Это Ирина. Желто цвет, это самая красота и красота, наверное. Прошу прощения, а то я так это высказался до этого. Сказал, что... А, нет, нет, все нормально. Про свет, что мол, там что-то... Не, ну музыку тоже можно. Ладно, давайте дальше пойдем. Пошли за дискуссию. Здравствуйте, я Анна. Я тоже из Нижнего Новгорода. Мне 22 года. Я 7 месяцев прожила на теплоходе. Работая детским, то есть не выходя вообще на сушку почти. Очень сильно люблю детей, люблю заниматься детьми. У меня был свой детский театр. Мы ставили спектакли. Очень люблю петь и танцевать. Но не чем-то качественно не занимаюсь, а то, что требует душа. Это так же так. Здорово. Здорово. Всем привет, меня зовут Вера. Мне 27 год, я из Ирии. В прошлом году у меня было два образования параллельно, юридическое и медицинское. Потом я поняла, что это не то, чем я хочу заниматься. Ушел из учебы, съехала от родителей. С тех пор я путешествую, как-то стараюсь перемещаться по миру и заниматься тем, что мне нравится. Вот рисую, например, и свою деятельность хочу именно с этим связать, с какой-то визуализацией, с дизайном и со всем прочим. Помимо этого катаюсь на сноуборде зимой, живу на карнелизном курорте в Ширьбеша. Может, кто слышал. Живу от вегетарианка. Что еще? Плиту, дреды. Кому нужно, если что, обращайтесь. Мы тоже. Простите, а можно вставать? Или нам тогда все время вставать? Не всех митно, да? Я заведу в Калигору буквально пару часов назад. Пока в гости на пару дней, там дубрида, может, здесь пойдем зиму, как пойдет. Я родом с Украиной, но в целом несколько лет, лет 5-6, уже странствую, поэтому какое-то время учительства нету. на сыроедении 2010 года. Если получится, посчитайте также лекции. По сыроедении почистского организма занимаюсь они профессионально уже пару лет. В вымысле сыроедов тоже угрышится всеми. Пока так. Я так. Может, что-то есть. Я тебя тебя зовут, я не услышала. Юра. Юра на самом деле долго может рассказывать. Да, я просто стараюсь сказать, когда минуты писаться. Да. Ой, мне не сказать ничего. Давай, мама скажи. Я... Меня зовут Наталья, родилась в прошлом веке. Я Гриша Натан, работала раньше на скорой, сейчас на пенсии. Приехала. Не, ну расскажи, чем ты увлекаешься, чем ты занимаешься? Да, расскажи. Да, расскажи. Чего мне надо? Расскажи. Расскажи. Ну, чем ты? Завидываете, честно? Расскажи, расскажи. Я люблю, мне сходить люблю, на рыбалку вам нельзя. Ягоды суперопитные. Ну, ягоды само собой. Все. Пять минуты. Почти сыроед. Пять минуты. Пять минуты. Пять минуты. Пять минуты. Пять минуты. Пять минуты. Меня зовут Юра, можно и Георгий. Занимаюсь... Ну, вы знаете, чем занимаюсь? Уже тумерологией. Что я себе? Скромный мальчик, который здесь. Бываю не скромным порой. Так будет все. Очень рад, что попал сюда. И раскрываю свои возможности. Общение и даже выступление перед публикой. Ну, так будет все. Очень добрый вечер. Меня зовут Налан. Мне 33 года. Мы приехали с Москвы. Друзьями вдруг предложил. И мы поехали. Родился я в Якутске. Прожил там до 14 лет. Переехал в Астрахань. С Астрахани я ушел в армию. Потом в Волгограде остался прожить. Там много хулиганил. Успел вложить меня наказать. Потом занимался делами, бизнесом. Успел попасть на большие деньги. Потом, что? Сейчас. Строился 3 недели где-то, наверное, в такси. Это мне вообще раскрыло другой вид на людей. А потом, что? Увлекающий мой дизайн. Мне нравится. И планирую в этом двигаться. Ну, то есть, так уже по-серьезному. Уделить это основное время. А так, в плане развития, наверное, уже лет шести. Разным всем. Перепробовал все, что можно. Есть все. Все. Есть все. Есть все. Есть все, кто он до сих пор. Здесь спокойно. Здесь спокойно. Здесь спокойно. Сереж, на 50 секунд надо просто дзыг. Звонок такой. Да. Дом прям заглушает речь. Про массаж скажи, не забудь. Маш, про массаж. Меня зовут Мария. Мне 33 года, я из Перми. по профессии и мой заработок, я ветеринарный врач, киски, собачки, увлекаюсь туризмом, походами, путешествиями. Занималась спортивным туризмом много лет, у меня есть КМС по спортивным туризмам, сарежу, сколько дней здесь, нахожусь. Это для меня просто новый опыт, хочу попробовать себя в этом. Со мной дочка, тоже так же все это впервые она пробует. Вот, я есть, хочу шлепить. Ну, в принципе, все. Массаж шелдер. Всем привет, меня зовут Евгений. Я приехал сюда с возрождения, был на том фестивале, как раз он там пригодился. Все спрашивают, откуда. Тут был еще «Трезвый Россия» фестиваль. Я пытаюсь ездить как можно больше по фестивалям, чтобы набрать опыт. Потому что мне интересно тоже проведение организации фестиваля. Хочется в будущем заниматься такими вещами, как такие массовые мероприятия. Больше степени славянские, там, тематики. Ну, в общем, интересно такое. Что касается себя, я педагогом отработал на протяжении тринадцати лет. Понял, что математика и информатика не самое главное, что нужно детям. И больше сейчас уроки здорового образа жизни, трезвости. И вот хочу поделиться своим опытом. Это вот утренние практики. Завтра будет как раз восемь часов провести. Там я писал в чате, посмотрите. И вечером лекция по простой концепции процветания. Как раз то, что я рассказываю детям, которые в конце уже прошли все мои уроки трезвости и здорового образа жизни. У вас в конце есть такой итог, простая концепция процветания. Вот я бы ее завтра вам рассказал всем еще. Всем здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, мне двадцать семь лет. Занимаюсь питанцами, занимаюсь свободным перемещением по миру, занимаюсь строительством, занимаюсь недвижимостью. В общем, в чем в голову придет, я занимаюсь. Закончил бычий институт, это московский инженерный, метростроевский. Также, что сказать, начинающий сыроед. У меня все. Всем привет. Меня зовут Денис. Я из Моноруссии, город Минлёв. Начинающий сыроед. Второй год пытаюсь путешествовать автостопом. Еду в Турцию через месяц. Потом в Египет и в Израиль. Хочу уехать куда-нибудь лет на пять, на шесть, на десять, на двадцать. Всех приветствую. Меня зовут Галя. Мне тридцать два. Я здесь с сыном тринадцатилетним. Ну, сыроед с апреля. Ну, без фонотизма. Ну, увлекаюсь походами. Летом по фестивалям. Ну, и вот, как бы, такой образ жизни. Тоже хочу, как бы, автостопом путешествовать. Все. Спасибо. Меня зовут Ульяна. Я из Сочи. И я новый человек в вашей компании. Но, хотя всю жизнь к этому стремлюсь, к духовному развитию. Но, как-то, все не было времени. Пятнадцать лет трудоголизм. Без отпусков, без праздников. Всегда на работе. И вот, только что я вырвалась, буквально, вчера из цепких лап работы. И вот, приехала сюда. Я давно хотела. Все мне тут интересны. Прямо всей каждой отдельности. Хочу во всех мероприятиях участвовать. Хочу, там, после пробежки. Йога, растяжки, купания. Вот, все-все-все хочу. Девять лет, по двадцать лет я говорю. Двадцать лет. Да. Ну, хочу сейчас потихоньку, вот, еще. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Анжела. Меня зовут, 31 год. Нажали, да, на время? Окей. Родился в Мурманской области в городе Кировске. В 2008 году, то бишь 10 лет назад, переехал в Питер после армии. Вот. В Питере попал в компанию веселую, в футбольных фанатов, ночные клубы, все такое. И 5 лет назад переосмысл все, перешел на вегетарианство. Прошел, в принципе, все стадии, сейчас фруктоед. Вот. Кундалини меня пробило. Вот. И практикую разные штуки 5 лет. Вот. Перепробовал много чего. Вот. Сейчас интуитивно занимаюсь, развиваюсь. Вот. В принципе, ребят, могу сказать, что стараюсь на каждого человека смотреть как на частицу одного организма, как на частицу Бога. Вот. И к этому стремлюсь каждый день. Вот. Всего благодарю за внимание. Аплодисменты. Можно 4 минуты? Нет, давайте по минуте. Да можно. Пускай так. Узаник человек. Я свое отдал. Время. Время идет. Смотри, Кенеалер. Родился я и вырос в Питере. Можешь встать, а то я вот скажу, как тебе не считаю. Да, потому что ты на 4 минуты. Да. 32 мне сейчас года. В общем, небольшая отмазка, да, детство прошло в 90-е в Питере. Еще такая фамилия у меня интересная. Кто знает, с кем перекликается, с какой личностью, тоже ставила, да, такой отпечаток на себе. Вот. И плюс, находясь тут в Абхазии, да, с грузинской фамилией, ну, немножко, в общем, прошу не распространяться, да, потому что проблемы могут быть. Вот. Чем занимаюсь? Образование у меня педагогическое, ну, фактически их два, да, но по факту понятия не имею, как работать с детьми, то есть работаю от сердца. Так, последние три года работал в сельской школе и вел географию, биологию, помимо этого еще вел информатику, физру, УБЖ, еще что-то там, не помню уже. В общем, еще помимо веду кружки, туризмом. Пусть говорит. И помимо этого еще инструктор детско-юношеского туризма, вот. Ну, сейчас временно ушел со школы, потому что энергии, вы говоря, как-то нету работать, плюс были там потрясения небольшие, но о них уже не буду рассказывать, потому что время, вот. Чем питаюсь, да, внутренняя убежденность, что СЕ это, то есть, видовое питание для человека, но сам я не сыроед, вообще никакие ярлыки на себя не вешаю, там, телеган, шмеган. Вот, я за адекватное питание, адекватное в чем, то есть, ну, времени и месту, да, то есть, если в Питере, там, в этом болоте, зимой, там, пластиковые овощи, фрукты есть, ну, невозможно просто, да. Поэтому, если ты здесь в Абхазе находишься, то, конечно, ну, кроме овощей и фруктов, тут вообще бред. Тут такие же пластиковые есть, пластиковые. Есть, но можно найти такие в Питере. В Питере тоже можно найти. Давайте не Абхазу, да. Да, ладно, есть, да. Вот, поэтому, это что касается питания. Ну, здесь, да, я хочу сейчас перейти на сыроедение, как оно там дальше пойдет. Ну, а вообще, сыроедение, это не самая цель, да, это не цель жизни, это все лишь приложение к самореализации человека. То есть, это все вторичное, это все лишь базовые потребности. Не надо ее вот здесь возводить, там, во что-то. И второе, что сыроедов, как бы, ну, если вы не сыроед, там, ну, с рождения, да, во втором поколении, то что-то подходить, там, и лечить меня, что аглоцитмы с помидорами не сочетаются. Это же не надо, да, потому что никто, ну, впечатления вы меня не произведете. Ну, и о себе немножко, да, как, чего. Такие у меня файлы в голове, да, то есть, где-то, позревать начал, так, с появлением интернета у меня, где-то это 2007 год, да, первая информация, которая встретилась, это была по концепции общественного. безопасности, ее достаточно глубоко изучил, да, сейчас уже так переживал, и, в общем-то, мощнее информации я еще не встречал, да. И она очень хорошо ставит мозги на место, и по вообще всем аспектам, как бы, как бы, и я, и отношения с Богом, там, с людьми, и педагогика, да, и питание, то есть, у нас и сыроедение на все, там, вот это, я вышел, ну, как бы, через эту информацию, да. В общем, кому интересно на эту тему пообщаться, подходите, да, помимо еще чего у меня есть дом в деревне, да, есть, там, в Питере жилье, если у кого-то есть, надо, там, приехать в Питере, там, перекантоваться, потусоваться, звоните, ну, там, езди, устроить, да, и так же могу, вот, деревню свою отвезти, у меня дом на 10 км никого нету, то есть, такое глупое место, там, родник, баня, чистейшее место, и там, в общем, спасаюсь от голода. Можно все, что-то, пожалуйста. Где, Пагалыч? Меня зовут Алина, мне 24 года, я быстренько пробегусь по событиям жизни, которые, скорее всего, мне пишут больше всего. Год обучения в США по обмену в возрасте 16 лет, выступление на церемониях открытия и закрытия на Олимпийских играх в Сочи, организация экологических акций в родном городе, такие как «Зеленый уикенд», в ходе которого мы собрали 700 кг мусора, опыт среднего около 4 лет, из них полгода чисто на фруктах в монорежиме, 450 часов волонтерства в США и золотая медаль от Обамы. Первая ступень рейки, которую я получила в Индии, первый опыт автостопа на самостоятельное начало моржевания прошлой зимой, участие в трехдневной випассане в буддистском храме, автостоп на 8000 км за 8 дней вместе с любимым Владивосток-Урал, огромный интерес к эзотерике и майке с детства, йога, медитации, интуитивные танцы, куча литературы по осознанности с 19 лет и работа сейчас в фрилансе в сфере СММ. Вот и наш на всем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Куда? Палочек? Куда? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Наши стыдно после вообще, да? Вот такой вот такой вот? АПЛОДИСМЕНТЫ Мы помним, что они сейчас говорили, да? Я рада из Москвы. Мы тоже рады. АПЛОДИСМЕНТЫ Что делаю сейчас в жизни? Путешествую. Путешествовать мне больше всего интересны, наверное, люди, знакомства, да? Все вы. И природа, да? То есть мне нравится и ходить там с палатками, куда-то ездить, там, автостопом тоже, да? Какие-то такие вещи. Что делаю в жизни? Продюсирую какие-то проекты, относящиеся к здоровью. Там, к катанке, к троедению, к чему-то еще. То есть какие-то интересные спикеров или специалистов. Ну, наверное, все. Радует жизнь. Привет. Меня зовут Александр Александровцев, Ярославль. Учился и работал в СИСАДМИНОМ. Долго давно работал. В общем, теперь предприниматель. Сыр яйц 2011 до 2014. Это самое, там, на фруктах. Сейчас просто вегетарианец. Интересовался пермакультурой, природным землетелем. Понял, что без финансовой грамотности это все достаточно сложно. Нужно уметь зарабатывать деньги, чтобы стоять крепко на ногах. Сейчас занимаюсь аукционами по банкротству. Четыре года. Это моя специфика. Это машина коммерческая. Напарника это земля и недвижимость. Вот. Бегаю по утрам. Пока отдыхаю от работы за четыре года. Астрология и все остальное. Интересно. Всем добрый вечер. Меня зовут Наталья. Я из Курска. Мне 41 год. Я здесь отдыхаю с дочкой пятилетней Ариной. Сыроедить начала в августе, когда прошла чистку по Марве Аганян. Так почистилась, что меня уволили. И на этот день я увидела просвет сыроедов. И я лезет. На всю море звезды песни под гитару. Могу петь всю ночь, не повторив ни одну песню. Гитара не дотащила. Большие чемоданы. Вот. Я член Федерации свадебных специалистов России. Это мое хобби. Я веду свадьбы. Юбилею уже 15 лет профессионально. Вела вегетарианские свадьбы. Свадьбы без алкоголя. Сыроедческие не вела. Если кто-то решит поживиться, я буду счастлива. А уволилися свадьбы. Это мое хобби. Вот. То, что я сказала, не люблю хитрожопых людей. Поэтому, наверное, оказалась здесь. Вот мое состояние сейчас. И мне так легко, словно это я летаю. И рядом только небо синего. Спасибо. Здравствуйте. Я Степа из Москвы. Вообще по жизни экспериментаторов. Стремлюсь к новым знаниям, ощущениям, эмоциям. Стараюсь побывать где еще не было. Какие-то новые получить. Ну, разные опыты. Люблю в теплые страны. Соответственно, много путешествую. На счет зимовки тоже думаю, куда с кем поехать. Так что, если кто захочет поговорить о Азии, о разных странах. Там Филиппины, Индонезии, Малайзии и так далее. То можем общаться. Спасибо. Всем приветик. Я Алёна из Питера. Меня не видно? Вставай на лавочку. В общем, я кондитер, шоколосье и сыроедный кулинар. Все сыроедное. Занималась танцами. Сейчас развиваю голос. Если кому интересно, вместе можем развивать голос как-нибудь. Петь там. Играю на флейте. Еще я училась в художке. Могу что-нибудь рисовать. Сейчас провожу бег по утрам. Растяжки. Мне нравится путешествовать автостопом. Ах, а я с вами. Что, люблю играть в настольные игры. Сыроед я уже полтора года. Ну, не уже. Всего. Так. Интересуюсь всем. Human Design, астрологией, нумерологией и так далее. Я в этом. Интересно там смотреть. В общем, все изучать. И собирать картинку мира. В общем, взгляд у меня на мир немного магический. На некоторые энергетические практики. И... И люблю лазить по деревьям. Все. Всем еще раз привет. Меня зовут Григорий. 30 лет. Я из города Тюмени. Сам родом из Свердловской области. Тюмени. Вообще, по образованию программист. По-другому фотограф. Работал с админом. Работал фотографом. Работал по производству полуфабрикатов. Пельмени и чего такого. Потом все это. Будучи на вегетарианстве. Вот. Перейдя на сыроедение, завязался этим все. Вот. Пять лет вегетарианин. Четвертый год на сыроедении. После перехода появилась необходимость в компании, в коллективе, среди тех людей, которые бы меня понимали, которых бы я понимал, с которыми мне было бы легко общаться. Начал искать. Нашел сначала в Тюмени компанию. Потом нашел в Крыму взлет сыроедов, на которые я три года назад приехал. начал заниматься организацией того слета. Перешел в организацию слета в Абхазии зимой в прошлый. Потом уехали опять в Крым. Сейчас опять здесь. Дальнейшие планы сделать. Купить большую землю. Всем единомышленникам. Рядом по кусочку. Дружной компанией жить. Полностью себя всем обеспечивать. Чтобы ни от кого не зависеть. Как-то так. Не знаю. Можно вопрос? Занимался моржеванием. Кто изначально вообще задумал это слет с Ольедов? Бог. Десять лет назад в Крыму собирались ребята. Насколько Юра больше скажет, то они были с Украины. С Киева, с Николаева. Да. Вообще не похоже наше место. То есть этот слет был в августе, в сентябре. Там две-три недели, как говорили изначально. Потом все больше и больше. Когда мы приехали, слет был как раз таки в августе. Самый пик был август. Я приехал туда в августе, как раз таки посмотрел, мне понравилось. Я приехал на следующий год и он уже длился полгода. Сейчас он просто закольцован. Он не кончается. Я уже скоро как два года на слете. и не там меняется. У меня живут, а я живут. Не все разъехались. То есть это аккаунт точнее. Всем привет. Меня зовут Иван. Тридцать три. Тридцать три. Что рассказывать вообще не знаю. Но наверное то, что я люблю. Я люблю находиться в подобной компании. А не люблю я находиться в неподобной, в обычной компании. У меня было первое, наверное, сколько? Ну, лет шесть. Я в обычных компаниях находился. У меня первые четыре года вообще никаких знакомых, даже просто, кто там не пьет, нету. У меня все старые друзья, все курят. Ну, проблема, короче, всех стандартная, наверняка, была. Ну, и я стараюсь вот тоже тусоваться среди вас. И мне приятно там, на разные темы тоже интересы. Там, разные мастер-классы. Чем-нибудь люблю по физике поделать, там, пробежки по утрам, всякие подтягивания, отжимания. Ну, вот, чем-нибудь такое мне тоже интересно. Че еще люблю? Ладно, следующий. Всем привет, меня зовут Максим. Мне 24 года, я последние пять лет не жил, так сказать, в Москве. Сейчас живу здесь. Когда я сам в Москве, в город Саратов, такую маленькую, вот, отправилась когда-то, этот раз ехать в большую Москву, с таким юношеским интеллектом. Вот. И в последнее время что-то перестало быть интересно, в этом большом городе появились интересы, вот, начал быть, начал, поменялся, вообще, моя жизнь поменялась с начала 2015 года, я, то есть, перестал пить алкоголь, сразу мясо отпало, ну, и постепенно вот перешел на сыроедение, ну, и немножко, иногда и ем хлеб. Вот. Начал я работать в Москве с хостелов, меня заинтересовала эта работа, работать с людьми, доставлять им эмоции, вот, и пошел по карьерной, в отеле, лучше, потом устроился в университет, выступил в университетный классический бизнес, и устроился в Четырехзотовский отель, там поработал год, еще был проект небольшой пост, меня пригласили, я там поработал, а сейчас я развиваю свой проект, это апарт-отель такой, там и встречи, и, в общем, и квартиры, ну, то есть, заключается в том, что, когда я вижу, я когда прихожу квартиру, рассматриваю, чтобы ее развивать у себя, я просто не могу поселить гостей вот в этой квартире, а люди их поселяют, и я не могу просто на это смотреть, я хочу вот заменить вот это вот, именно вот в Москве, и добавить сервиса, изменить вообще этот бизнес в плане в Москве, чтобы вот люди приезжали, и выезжали счастливо. ну, вот такие вот дела. Здравствуйте. Всем привет, меня зовут Максим, мне 31 год, я родом из Сибири, под Новосибирском родился, уже лет пять не жил дома. С детства, ну, чувствовал что-то такую тягу к знаниям, там, к энергиям, там, какие-то. Но у меня плохое поведение, я всегда в резонанс с миром вступаю, как-то человек в реальности, я либо самый лучший, либо, короче, самый худший. Я всегда выгонялись с уроков, в институте учился на красный диплом, на бюджете по способности, но покинул его, бухал до 26 лет, ну, и вот потом с того времени, как бы, уехал со своего места жительства, и, ну, сейчас зарабатываю продвижением инстаграм для своих клиентов, вот, интересуюсь, ну, йогой, да, сейчас начал тянуться, раньше кончался, сейчас вот, ну, жирный был, я уже скинул, вот. Ну, и с момента знакомства с сараидением в Крыму, как бы, ну, этим занимаюсь. С собой взял баночки массажные вакуумные, то есть, могу сделать массажик, и взял гвоздики, на которых тоже люблю стоять, то есть, ну, такое упражнение. Даже вообще не ожидал, что я так положусь. Ну, я любимчик Бога, думаю, как вы все здесь, я постоянно, как бы, чувствую с ним такой диалог, я такой, может, проскользну, он мне такой, стояли, такой, здесь давай. Ну, короче, расту в испытаниях и здесь, для того, чтобы, ну, познать себя, научиться управлять своим вниманием, в общем, у меня рамство вот этим, потому что, ну, я такой кипишной, у меня в голове, там, 7 пятниц на дню, на дню, вот. И вот, благодаря вам, вообще, круто все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 То есть, собирается в группу, пусть там 5 человек, да, поддержит идею, там, я не знаю, куда-то сходить там или, ну, что-то каким-то. Корзина, это, мне кажется, немножко, кто это в эту корзину будет потом лазить и читать? Ну, так все. Вот, голосовалку ты сделал? Вот, да, мне кажется, самое удобное в группе делать, в чате, кидать... Ну, нужно так. Есть идея собраться у кластера вечером, там, там-то, там-то. Набирается, там, нужно минимум 5 желающих, да, чтобы был какой-то кворум небольшой. Что придет? Набралось 5 человек, окей, иначе мы сегодня идем. Сегодня мы там, и просто, давайте через такой механизм... Да, правильно, нормально, кто придет. Да, кто придет, сколько человек, и все нормально. Собрать. А можно добавить нас в чате? А, да. Попросите любого человека, кто слева или справа от вас, и он вас добавит. Еще важный такой момент, мне сегодня Рада подсказала, правило, которое надо, устав, который мы напишем, внести. Тихий час? Нет, не тихий час. Если у вас есть какой-то вопрос, перед тем, как подойти к организаторам и задать его, спросите у того, кто рядом. Просто свободного времени совершенно нет, когда всем на одни и те же вопросы отвечаешь, отвечаешь, отвечаешь. Ну и, если видите, что человек что-то как-то пытается что-то узнать, вы можете сами предложить, потому что как минимум, когда вы будете знать все вот эти правила, проживание, где что находится, куда пойти, где... Ну, люди приходят, полдня сидят, и потом спрашивают, а где у вас туалет, а где у вас кухня, а где у вас это... Ну, то есть, нас не было, кто-то вообще не в курсе. Конечно, надо быть очень скромным, чтобы не спросить... Нет, ну, я вы, конечно, сутрирую, но... Не, ну, получается, что люди такие думают, зачем я буду тянуть кого-то другого, есть же администраторы, типа того, и вот, ну, там, Гришу дергают везде, то есть, где туалет, где чего-то. Правильно же? Еще просьба, присылайте свои... То, что вы запланировали, я вот сейчас слышал, как вы мастер-класс. Если у вас завтра с утра что-то будет делать, что-то физическое, да? Пришлите тогда в календарь, я добавлю... Все же видели, да, календарь сделали, там в списании все, что, где, чего, когда. Вот, всегда можете туда зайти, посмотреть и выбрать для себя интересное. А эти теми так, как будто бы и не тут. Что-то происходит где-то мимо вас, вы не в чате. Хотели вчера еще маркерную доску поставить? Будет она, нет? Да, маркерная стоит. Для чатов не все доходят. Я мало... Нет, она будет для чего-то такого более, может, постоянного и наглядного. Я не знаю, но... Сделай проще. Вот ты спросил, подходишь, берешь доску. Прости, где доску поставить? А давайте доску здесь поставим, скажите, где ее взять? То есть... Да, просто надо что-то делать, потому что мне задают вопрос, а где и где? А сделайте нам то. Надо подходить и говорить, я хочу сделать это, дай мне это. Все. Вот тебе доска, вот тебе... Гвозди, молоток и часа. Да. Потому что мы здесь тоже... Вот вы мне сейчас подойдете, спросите, где гвозди, где молотки, я понятия не имею, я вас отправлю вот к Николаю. Ну да. Спросите у него. Который курит все время. Который курит, которому надо постоянно давать замечания и говорить, что у вас астма и вы умрете. Кто имеет театральный способ? Подождите. Я вижу у тебя рак лёгкий. Ещё три сигареты и будет последняя. Вот Леня. Три сигареты. Три сигареты. Где же Саша из Красноярска? Ой. Ну, кого не было? Ну, звезда вечера должна быть разная. Да, да. У меня ещё есть такой крик души, я вспомнил. Я вот много снимаю и, короче, не владею монтажом видео. Вот, может быть, кто-то меня научит или, может быть, возьмёт на себя эту интересную деятельность. У кого есть свободное время, кто здесь, ну, как бы, страдает от избытка времени. Вот. Прошу услышать. Что? Что монтировать? Что монтировать? Ну, вот об Абхазии. На компьютере. Я могу попробовать. Ну, пересечёмся. Есть даже, даже подучиться тоже. Я знаю одну программу. Может, вообще, у нас проставим. Ребят, если у вас есть какое-то желание, то есть у меня вообще в планах было на Абхазии, то есть вот вы приехали, вы многие владеете какой-то информацией, может быть не в совершенстве, может быть не в той мере, в которой вам бы хотелось, но даже ей уже можно делиться с другими людьми и они, может, заинтересуются и сами начнут изучать данную тематику. Я бы хотел вам предложить поделиться этими знаниями, провести, ну, может быть не семинар, да, может быть не лекцию, может быть просто беседу. Мы бы могли, допустим, это заснять с качественным звуком, с хорошей картинкой. Вот, ребята предложили сделать монтаж. Ну, это, конечно, не видео Ромы Миловановой или ещё чего-нибудь, но мы будем стремиться, чтобы это было не хуже. И выкладывайте, ну, в интернет у вас, допустим, будет уже какой-то... Опыт уже будет. Может быть, и может вам понравится быть в роли именно блогера или просто трюйсера. У меня на эту тему предложили, когда вы будете про себя писать, сделать такой разделчик экспертность. В чём вы, ну, как Гриша сказал, специалист хотя бы на 60-70%. И, наверное, какую-то надо сделать обратную связь, что если там, ну, 5-7-10 человек, человеком это интересно, то, соответственно, вы можете сделать эту лекцию, ну, или как, ну, не знаю, как это сделать, но потом... Беседу касается классно, но вот если в качестве контента даже вот делать прямые трансляции, как мы очень часто делали в Крыму и здесь уже пытались сделать... Костёр всё классно, но там ничего не видно. Да. Освещение. Формат просто, что это не ленка? Нет, формат, что это душевная беседа, да, Мисля? Нет, не надо там готовиться, как вот тут вот минуту, там зачитывать так всё, чтобы... Нет, просто мы общаемся. Вы о чём-то рассказываете? Может быть, это ответы на какие-то вопросы? Есть этот на стену, да, проекта? Да, вот. Серёжа привёз. А слайды же не сложно делать? Я просто вот давно не сталкивался с этим. А чё там, картинки накидал? Ну, как-то это же специальная брога. А, вообще легко. Здесь вот просто фотографии и кнопкой переключаешь. Нет, там же ещё как-то надписи там выплывают, там вот это всё. Не надо. Не, просто тоже есть в планах, думаю, может быть. Может, кому инстаграм будет интересным. Многие владеют, может быть, что-то новое там, какую-то фишечку скажем. Вот, нам не классно было нашу группу в инстаграме, чтобы мы тебе контент открыли. Да, вот тут тоже была такая идея ещё в Крыму. Ну, идея. Ну, я пока внимание рассеянное, я вот сегодня вообще всю жизнь не вставал. Я думаю, что если создать большую группу, если привлечь много людей, потом можно привлечь в неё инвестиции. Так понимаю. Так у меня почему-то ещё магазины из Китая не созданы, ещё администраторы не сидят. У меня ресурсы проплаченные, а кто на них работает? Я такой один, знаешь, пыль стряхиваю и всё. Там нормально, можно зарабатывать, толпой сидеть. Вот, что у меня на компьютере есть. Ну, да. Если, ребят, у кого-то есть какие-то варианты заработка, пожалуйста, реализуйте. Вы можете сказать, что ищу команду, но вот… Кстати, ну вот да, тоже есть идея. Я могу там обучить чем-то, давайте вместе работать. То есть, у меня есть ресурсы по целевой аудитории продвижения, по посты делать отложенные, то есть красивые. Сразу всё планируешь, не копируешь, вставляешь, а сразу делаешь шаблоны, подписи, рубрики, время по контенту. Всё это планируешь и, короче, делаешь конфетку. Два дня посидел и месяц потом посты выходят. Макс, а посты отложенные внести можно делать? Ну, вот у меня есть ресурс специальный. Ну, это денег стоит немножко. Ну, понятно. Ну, и, короче, можно просто вести свою базу клиентов. То есть, привлечение клиентов – это тоже работа. То есть, если вы, как бы, ну, накидываете их, то за это можно получать деньги. Хотя бы третью часть от всего оборота. Ну, и цены тоже бывают разные. То есть, если у компании оборот… Ну, вот одна подсказка, да, там, например, использование хэштегов приносит им прибыль потом на полмиллиона. Ну, естественно, за эту консультацию можно взять 100 тысяч, да. А что я могу сказать? Сказать просто используйте хэштеги, чего вы тупите. Всё, это 100 тысяч твои, может. Стас Настихагих, которые готовы заплатить 100 тысяч. Кто ещё что может рассказать, может, что-то не то сказал. А что у нас ещё походы будут, да, у нас Ольги нет? У нас Оля, она вчера писала. Они написали, что будут ночью, вчерашней ночью. А потом что-то у них не получилось. Они говорят, будем позднее, когда скажем, позже. То есть, где-то едут, у нас едет… Они в новом этаже. У нас едет Оля, у нас едет Юра, Костоправ, Вероника и… И Дима. И Дима, который Дима, если видели… А, Дима, про… А, Дима про анонсы. Все постоянно едет? Все постоянно едет? То есть, все больше никого? То есть, четыре человека и всё? Больше никого? Ну, там ещё девушка должна приехать. Кто-то десятого? Нет, у нас девушка будет здесь постоянно. Кто-то на неделю приезжает, кто-то на две. Я имею в виду сейчас мастеров, которые здесь будут именно вести… Они все вместе едут. Да, они все вместе едут. Если они сейчас сюда приедут, то вообще закачаемся просто. Времени свободного не будет. Ну, вот как распределять тогда? Никак. Кто что успел, тот кто успел. Может делать… Есть вариант, допустим, есть лекция такая, 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 такая. Где больше интереса проявили, тогда их назначать? Каждому надо дать возможность выступить просто в очередь. В очередь. Просто в очередь. Параллельно вести тоже нет смысла. Нас тут не так уж и много, чтобы это было как на каком-нибудь возрождении. Но, может быть, те, которые большему количеству интересны, их на вечер ставить, да? Которые на большему количеству жить, там, четыре частота, три. Мало ли, может, какая-то лекция вообще не интересна. Ну, там, дыхание хочу рассказать, но я не знаю, кому интересно, да? А может, будет другая интересная, там, та шхеромантия. Значит, надо ставить, можно ее отложить на другую день. А как отложить? Отложить, не отложить. Значит, надо задавать вопрос, кому интересно, кто придет. Тогда, грубо говоря, есть три лекции у нас сегодня и голосовалка, которую сегодня переведем. На следующий день может уже ту лекцию выйти. Но это не значит, что она не включается от лекции. Она может переносится. Но если человек уезжает, допустим, он может только сегодня. Вот он за это не обсуждается. Мы лучше его послушаем. Да. Значит, тогда надо заявки на свои лекции как-то публиковать. Просто, вот как я сегодня с играми сделал. Пишите, я хочу провести лекцию такую-то. Кому интересно? Чук-чук-чук-чук. Есть человек, набралось. Отлично. А кто-то пишет, а я хочу такую лекцию провести, могу сегодня или завтра. Чук-чук-чук-чук-чук ответа. Дальше мы решаем, кто больше. Да, логично. Ровно? Все понятно будет, да? Да, понятно. И так, наверное, с любым мероприятием. Костей и сестры. У нас остался вопрос по отбою. 10 часов или сколько? 10.30, как в Крыму? 10.30? А, что, в Крыму 10.30 было? 10.30, да, мы как бы все. Ну вот это место, я думаю, освобождаем, очищаем. Пока здесь 10. Ну такое. Ну это, лобное место наше. Не знаю, как назвать. Сейчас сделаем. Или не знаю. Ну вот сейчас пока в этой комнате живет управляющая нашим домом Марина. И она здесь непосредственно спит, потому что ей больше спать не надо. Сегодня кто-то говорит, видели Манану. Манана хозяйка приехала и ее еще не видит. Я видел. А где она будет сегодня жить и спать, я тоже понятия не имею. Она интересовалась тобой. Я сказал, что это белая бакси. Я сказал, что это я, да? Ну она же знает, как Гриша выиграет. Ну она приезжала с человеком, я думаю, они там общаются. Ну она то есть приехала, уехала, да? Ну она, да. Сказала, будет время приедать. Ну она здесь дней на 10 минимум, поэтому мы ее еще увидим и не пришивать. Она сказала, где он спит, который она привезла, два. Возовым может пользоваться. Возовым можно пользоваться, но если, ребят, вы как бы все осознанные, если что-то там поломали, вы подойдите, скажите хотя бы, что вы это поломали. Чтоб я потом не искал, кто что сломал. Ну, такое бывает. Надеюсь, что вы ничего не сломали. Чтоб я снял момент, потому что она сказала, что надо мастер-материал занести внутрь. Конечно. Занесем. У тебя в чем проблема? Нет? Ну там балки по 5 тонн. Занесем. Это не важно. Левитация и... Нет, ну общественная работа, общественная работа. Если что-то по дому надо сделать и... Ну почему нет? Если нам скажут построить еще одну гостиницу, ну мы, наверное, подумаем. Прежде чем это делать. А если просто навести как-то порядок, это же будет лучше и нам. Это в первую очередь для нас делается. Есть у кого предложение, чем сейчас заняться? Чем заняться завтра? Завтра, если кто в сухом едет, возьмите, пожалуйста. Очень хочется. Да, если кто-то куда-то едет на машинах, можете в том же чате писать. Еду туда-то, во столько-то. Ну с апельсинками, с мандаринками на аватарчике, да, Котар? Да. Да. Не по существу Котар? Да. То есть чтобы это в болталку? Ну в болталку, в болталку пишут. Но с другой стороны, это какая-то отъявление. Едут туда, возьмут авторы. Нет, это важно. То есть, а вот отвечать ему там, а возьмешь, а не возьмешь эту в личку. Ну я же сегодня писал, вот там Ира, там она 13-го числа, по-моему, приедет. Вот эти смайлюки, приветики. Я пишу, говорю, что ты, ну сколько уже в чате сидишь, у тебя какие-то эти приветики. Нет, без всяких приветов. Да ой, я занято, я там выехал. Я говорю, так ты ну въедь уже. Да, ребят, если кто-то новики добавляется и всем пишет там, привет, я там завтра приеду. Но он просто еще не понимает, что здесь нельзя болтать. Вы ему там сильно тоже не отвечайте, чтобы это опять не перерасло. Да в личку, просто надо в личку перейти и написать. Да, я просто в личку человек просто. А не там же в чате. Напишите, что так в чате себя не ведут, и вот есть определенный вариант. Причем каждый, 40 человек. Да, и тогда будет. Написали, потому что это важно. И он такой понял, вот там все строго. Да. По поводу собрания и утверждения. Мы с какой-то периодичностью делаем собрание, ты понимаешь? Или по мере надобности? По мере надобности будет. Пока по мере надобности, я понимаю. А вот то, что идея просто побалтует на какие-нибудь темы. Не как сегодня официально опять? Ну давайте каждый день пусть будет, но завтра неофициально такое. Посмотрим, что завтра будет, то есть в каком формате оно пройдет. То есть давайте, ну то есть вечером. Давайте попробуем. Можно просто беремся просто, без дела. Время, да, в которое мы можем собираться, что-то делать, что-то болтать там. Может быть, итоги дня или делиться впечатлениями каким-то. Да, кто что-то здесь нашел интересно. Да, скажите, кто что видел, у кого что интересного вообще? Я вот, допустим, по деревне вообще ничего не видел и не... Один раз до моря подошел. Здесь, который рядом, можно ходить, нельзя там с 7 до, в 6 утра подошел, там охранник вышел, говорит, ну там, обходишь за туалетом и идешь купаешься спокойно. Потом выходишь, когда тебе надо, и платишь там. Вот, если прийти ночью, можно там уже охраннику дать 100 рублей, там купаться. Так, 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 поподробнее. Ночной заплыв под звездами. Ну, да. А это, наверное, интересно. А? А ночью свет губляет. Свет, по правдам, горит что-то, да? Может, он утончается? Нет, там свет нормальный, там свет хороший вечером, потому что тем не менее, вот мы зимой ездили, темнеет рано, и они... Да, и Узбек нам работу предлагал, 1000 рублей в день. Очень долго, короче. Вот, кстати, вот такие, вот такие темы выкладывайте, пожалуйста, тоже в чате по существу. То есть, есть работа, 1000 рублей, там, еще такой момент, есть, нам предлагают работу по сбору мандарин, когда они будут. Есть желающие, которые хотят заработать? Руки в руки. Что-то полный день, нет? Руки в руки, чтоб я понимал, насколько актуально вообще такой информации. Есть еще. В ноябре, это очень сладко. Нет, ну, это... Есть вариант работы, может быть, в теплице, там, собирать помидоры, там, еще что-то такое. В, типа, органической теплице, там, все грубовое, такой битопоник, и так далее. 800 рублей в день. Ну, не знаю, но тоже будет информация конкретная, тоже напишу, кому интересно, может быть. Да, конечно, это здорово, то есть... Ну, через две недели до начала. Получается, там, ну, покормят же, правильно же? Нет, хиклица. Все же рассчитывают или что, или там руку отрубят. Наверное, 100 до 5 лет, от сожалению, работа в лагере. Нет, не надо. Включать, она упорвет. Это не так много. Те, кто добавится позже, ничего не увидят, опять же. А если там кидать, и по мере, когда работа есть, она остается, а когда нет, ее удаляют. Все, человек туда заходит и видит, что, о, есть такая работа, есть такая, есть такая. Все очень примитивное просто. Просто в группу, в группу уже все вхожут, да? В группу, вот, не знаю. И опять люди издалека, которые еще не приехали, и, о, там работа, даже подработать можно, я приеду. Многие, которые сюда едут, вот в том году мы собирали и говорили, о, тут сбор мандарин, свела, приезжайте, можно заработать. Люди ехали без копейки, в надежде на то, что не заработали. Да, что не заработали. Им просто потом не хотелось работать, у них не было денег, и они приезжали, разочаровывались и уезжали. Тоже не хочу, чтобы такого было. Поэтому в этом году я ничего не говорю про работу. Тем, кто уже здесь, есть вариант, ну, как бы, пожалуйста. А вот звать кого-то сюда на работу, абхазы сами без работы сидят. Ну, они ленивые, конечно, но не судьба. Что-то хотел сказать, что будете? А, по поводу того, что у нас есть группа, и она, ну, вот, чад живет, да? А группа мертвая. И это тоже такой момент, который не на руку нам сейчас может сыграть. Сами понимаете, люди рано или поздно все равно начнут уезжать, у них там, ну, в планах месяц или два, или три всего находиться. И если мы не будем привлекать сюда новых людей, ну, нам придется всем уехать. Опять же, вы сейчас задали вопрос, что здесь есть интересного? Можно... Фотографии? Сделать... Ну, только не на стену, ты хочешь на стену? На стену? Вы съездили... Ничего страшного. Вы съездили классно, покупались в источнике, сделали там семь фотографий, выбрали их, выложили и написали, как там круто и что бы у вас было. Можно сразу ремарку? Сходили на рыбалку, половили рыбу. Ну, блин, ну, нет у тебя телефона, мама, не знаю. Ну, только телефона у меня... Все оборвали, да. У тебя леска? Леска осталась одна, голая. Что это семь фотографий, а не семьдесят. Как вот пухлая вот эта тетенька, которая была там в Крыму. Она, я смотрю в эту, в группу, просто там вот... Ну, вот такой вот так, тик-тик-тик, вот такие вот. То есть смазанная, не смазанная. Ну, это такая бредятина у меня прям. Пусть сами выбирают. Прям хотел бы ее утихомилить, ну, честно. То есть, ну, если умеете обрабатывать, то обрабатывайте фотографии. Такую шляпу не скидывайте туда. Вот. Ну, и сразу раз, я уже говорю, сегодня что бегали с утра, и крепость видели. Вон там, вон слева, как дорога кончается. Вот пробежки идут, что-нибудь с пробежек. Ну, если берете с собой телефон, вот, хотя бы вот группы фоткайте, там по три, по четыре человека. Да, можно маршрут выложить какой-то. Километры, темп, ну, то есть программами. По большим шутам у меня есть информация, можно немножко сейчас собрать. То есть, мы бегаем, мы занимаемся, мы, то есть, делаем, ну, хотя бы, показываем, что мы реально делаем. Я, может, даже завтра с вами подеду. За третье утро. Да нет, вот тут, погальки. Тут, ну, вот, просто вокруг вот этого кандыра всего. Шесть километров. Шесть километров. Шесть километров. Шесть километров. Слушай, а за счет работы. Пятьдесят десять минут, хватит. А, вот по поводу манзарин, там, что нам предлагают, там есть урожай. Больше, чем в прошлом году. Там наросло. Я не понимаю. А там их можно будет поесть? Нет, или как? Поесть всегда можно, но там, где уносить с собой порой не дают. А поесть без проблем. Кто тебя на деревьях там контролирует? Тебе дали пидро и сказали, собирай. Ты собираешь. Ты за три часа ничего не собрал. Сука бы шмолку с собой взял. Через три часа у тебя уйдет хозяева Абхаза, ты на деревьях спишь. Так, если вы собираете мандарины, постарайтесь хотя бы в первой половине дня много идти. Иначе каждый второй. Иначе интерес сразу отпадет собирать вообще. И работать, да, подумаешь, куда я залез. Мандаринами могут заплатить? Можете? Мандаринами просто не записываешь. Конечно, могут. Молку прям. Через границу мандарины идя. Ну, нельзя сейчас, может, потом будет. По поводу группы добавил, что она действительно не отражает того, что здесь происходит. Ну, как-то вот совсем. И если бы мне один человек там на фестивале не сказал, что здесь в Абхазии спит, я бы вообще не узнал никак. Ну, сейчас все в твоих руках. Ну, понятно. Просто, что хочу, может, как-то выключить вот именно информацию, что здесь вот действительно, ну, мы говорим про жилье, да, что оно очень дешево. Даже если не на четыре, а там шесть тысяч, да, если не ранее проделать. Это все равно дешевле, чем тут где-либо, да? Плюс то, что, ну, дом такой, действительно тут все классно будет. Можно писать отзыв, ты можешь написать пост и рассказать, как действительно тут все круто. Ну, все это решено. Речь и старе о том, я так понимаю, главная информация должна быть и емкой, и сжаткой. Там сейчас вообще просто информация, одно слово. И три поставится. Один-два человека выкладывает отзывы. Я прожил четыре дня. Ну, это право отзывы. А в группе есть отзывы, да? Просто яркие события. Яркие события, что здесь интересного происходит. То есть, что интересного происходит даже просто в вашей жизни? Не обязательно у всех. Вот вы просто куда-то сходили, что-то для вас вам понравилось. Вы там что-то нафоткали, вы поделитесь с людьми. Кому-то это тоже зацепит. Короче, просто, да, не надо стесняться, получается. Не надо стесняться. Реализовывайте свой внутренний потенциал. Ораторский, блогерский. Хорошо. Если вы выкладываете у себя на стенки, скидывайте мне в личку ссылки хотя бы. Я буду смотреть и репосты хотя бы делать в этих записи. Можно так. Хорошо. Я смотрел в группу, чтобы видео залить на стену. Его надо сначала залить себе. И меня вот, ну, немножко обломило это. То, что там надо, монтаж там вот это все. И, короче, в итоге они у меня на облаке уже все видео. И когда это будет, мне неизвестно. Что еще у кого в Киеве соображает? Ну что, в группе можно поместить еще вот, как устроен магазин. Да, вот здесь у вас. Это как бы фишка такая. То есть, такого я нигде не видел. На самом деле это круто сделано. Вот. И вторая фишка, то, что здесь можно именно вот, как девчонки готовят блюда. То есть, их, во-первых, попробовать. Они вообще недорого стоят. И узнать там, как это делать. То есть, какой-то там мастер-класс, опыт вот этот. Все валюты. Многих там сыроедить. А что там, нечего есть. Тут, на самом деле, видишь, что есть дохрена, что можно. То есть, только уметь надо это сделать. По поводу мастер-классов, да, это делать. Что здесь, что тут именно это отражено. Что здесь можно опыт, как бы, ну, культуры этой кухни, что там, что оно здесь вот есть. Мне кажется, все опирается. Я вообще зашел в группу. Там действительно сейчас ничего. Там место сыроедов. И там думаю, что там, наверное, вообще пораженные такие сидят. Что там, я что-то скидывал сегодня, да? Есть там? Там сейчас ничего. Последнее осторожное. Да нет, там очень старое. Вот-вот я скинул сегодня, видишь. Нам не лайкнуло. Ничего не лайкнуло. Там все тут не было. Да, ребят, вот реально не хватает времени на это все. Вот. Не хватает времени. Не хватает времени. Рокус создать, кому это интересно. Кому хочет вот собраться какое-то время и накреативить текст. Классный туда и интересный. Хотя бы как здесь все устроено. Потому что залезть в группу, ну да, хорошо. Реакция, хорошо. Пробежка. Как тут все происходит? Ничего не понятно. Хештег, не хештег. В общем, как стать сыроедом. Может кто-то набирает интернет, чтобы у него вот это вылазило. То есть это реально, он может сюда приехать и здесь это получится. А там МОСЛЁТ, то есть это как бы для тех, кто уже там умеет. Я предлагаю МОСЛЁТ. МОСЛЁТ. Здесь тоже есть что-то, да? Там что-то надо. Я просто захожу и вижу, что первое сообщение информация и больше ничего. Ну да. Вот это меня как бы смущает. Понимаешь? Вообще ничего. И куда идти? Смотри, что проигрывает лагерь, вообще непонятно. Просто не рад. Подробнее. А нажми подробнее. Это адрес. Да. Это фото дома, их только две на всю группу. Ну, то есть, вообще найти очень сложно. Давайте, кто готов этим завтра заняться? Вот кому интересно эту группу привести в порядок? Может не завтра, но в течении... Нет, нет, нет. Реально, есть те, которые хотя бы примерно представляют, как это делать. А вот я вот маме предложу, она скажет, или я понятен не имею, что там нужно. Ну то есть, вот кому это интересно? Ну, я готов пару часиков посидеть и скреативить этот текст, чтобы он был понятен нормален и удобен для всех. Со ссылочками и сам. У меня есть нормальная фотография, я могу и все зафотографироваться нормально. А у вас шоклены? Ну, я думаю, мы решим. Ну, мне кажется... Если что, Юр, ты разрешишь пользоваться данным ручиком? Он у тебя нормально соображает? Мы поставим туда лайфрумчики, фотошопчики и... У него там i7 и это... Хорошо. У нас СССД-шку... Пожалуйста, по чести такого есть. Одинокиноточник. Ну, мы СССД-шку возьмем, кто-нибудь в Сочи поедет, взрякните, мы его задаем. И есть еще квадрокол. Что надо? Это самое... Вот. И, кстати, у нас есть... Можно, да, такую информацию разглашать? У нас есть очень-очень крутой квадрокол, который там улетает на миллионы километров. Ну, я думаю, искать хурму рада нам не разрешить. И Саша, ну, круто управлять. Да? То есть мы можем хурму поискать? Да, то мы будем искать квадрокоптер, да? Да. Ну, абхазцы. Я хотел радовать, что из автомата попасть в квадрокоптер практически не возможно. Вот я хотел бы спросить, а не боимся ли мы, что его начнут сбивать? Почему мы проводили ютуберы тесты? Очень сложно. Это надо быть суперсманом. Ну, это, наверное, высоко летал. Ну, если далеко, ну, смотря на каком высоте. Ну, а выстрелом услышим, где он летал. Ребят, нам надо сделать днем... Очень важный момент. Нам надо сделать днем общую фотографию. Давайте завтра. Какое-то время назначить сразу. Назначим время. Назначим время. Назначим время. И сейчас вопрос такой, а кому, когда удобно, это вообще, я думаю, не актуально, потому что всем в разное время удобно. Удобнее, наверное, утром, пока еще... Кстати, утром, значит, в 10. До скольки часов до дома? До десяти. До десяти. До десяти надо делать. В 9-00 тогда вход в общую. Перед десятью часами. Перед? Да, да. Ну, вот около десяти часов как раз и... Ну, без десяти, десять. Да, без пятнадцати. Без десяти. Наверное, за пробежки мы все успеем, пока все не... А сколько у вас растяжка? Ну, мы к 9-ти освобождаемся. А еще какая-то там заряжка будет? Сейчас мы не брали, а мы к половине, получается. Где-то в десяти, получается. Вон, в десять все освобождаются. Да, в десять. Освобождаются после зарядки те, кто делает зарядку и растяжку, а те, кто ленится, те встают к десяти. И еще не уехали никуда, только собираются. Ну, те, кто очень ленится. Встану вами назойчик. Либо освоят фотошоп и встроят потом себя в эту фотографию. Тюленишка из кровати как-нибудь. Мы придем к вам в кровати фотографироваться все. Еще по поводу фотографий хотел палаточные места где-то как-то. А, вот. Нужно привести территорию. Вырубить там вот эти некоторые вники и вот эти вот кусты, которые рвут штаны и просто царапают ноги. Я вот первые кусты вырубил. Но дальше там еще много работы. То есть, грядку мы начали, уже вскопали первую. Это самое. Я, Анжела, там чуть-чуть тебе сделал грядку. Вот. Но работа там еще есть. Это компостная, да, метина? Нет. Компостную там тоже продолбили. Эту ломовую глину. Грядка вот за мастерской, скажем так. Угу. Грядка для зелени, правильно? Для редиски, для... Да, да. Для зелени. Для зелени. Что есть, то сажу. Хорошо. Буку, петрушка, пиза. Там еще что-то. Возьмем там какой-нибудь. В общем, сделаем типа парничок, может, какой-нибудь. Ну, в общем, будем стараться своих делать что-то хотя бы как. В общем. Может быть, в ближайшее время мы... Кто-то сварганит или как-то... У кого-то может есть мысли, как сделать большой дегидратор, чтобы... Ну...